Ну, давайте начнем с того, что если вдруг они хотят, там, не знаю, задержать меня, предъявить мне какие-то обвинения, ну, давайте спросим у них, какие. Ну, это реально будет такой абсурд, это в высшей степени абсурд. Посадить меня в машину, завести в какое-то РОВД, я не знаю, куда угодно, и что вы мне предъявите? Ну, это, наверное, очень зря умалчивать правду, когда твой человек находится за решеткой в такой страшной ситуации. Он всегда был со мной, он практически все 11 лет, мы с ним расставались максимум на неделю, и, наверное, самое наше большое расставание было два месяца. Игорь из тюрьмы умудрялся делать мне очень много подарков, в основном это были букеты, и я не раз в своих соцсетях публиковала сториз о том, сколько букетов мне пришло его. Эти фотографии, которые я сделала на СИЗО, они были сделаны именно в этом месте по одной простой причине, потому что мой муж в СИЗО, и я собираюсь отпраздновать его день рождения там, где он находится. Мне, ну, очень тяжело переживать, зная, в каких он условиях находится там, мне от этого не легче, ну, что ж, придется, наверное, держаться, потому что у меня есть дочь, у меня есть муж, и я должна за них бороться. Я требую прекратить давление на моего мужа, я требую освободить его из-под стражи, я требую прекратить это издевательство над ним и нашей семьей. Я готова, глядя глаза в глаза, лично услышать, иногда не до законов, попутно рассказав, каково это быть, любящей женой и мамой в декрете, готовой бороться за жизнь мужа до последнего. За моей спиной нет сотен тысяч силовиков, есть только мой муж, разбитое сердце и абсолютно чистая совесть. Так давайте же встретимся, и я расскажу вам, что такое любовь. Не стало Игоря, а значит, не стало чего-то хорошего, то есть как бы у меня есть дочь, да, я на нее смотрю, но всегда опорой и поддержкой для меня был мой муж. Я в любом случае с ним до конца, до победного конца, не важно сколько это будет, месяц, два, три, год, два, три, мне все равно. Я в любом случае буду его ждать, я буду здесь, в любом раскладе я остаюсь здесь, и я продолжаю ездить к нему, и вряд ли меня что-то может остановить.